Плюс в абсолютном фабрике, в абсолютной карелочапке. То же самое в природе. Вы можете провоиться в канализационный люк, что, кстати, не обязательно ведет к перелому, может посвящение наступить, а может найти там, не знаю, бумажник или лотерейный билет, который вам ветер понесет. Поэтому черное и белое – это классификация не по хорошей, плохо черное и белое – это классификация по, грубо говоря, откуда дует со стороны становления еды или со стороны эволюции вещей. Но наше дело человеческое, мы должны действовать. Поэтому вот к нам прилетают лебеди из миров, которыми мы не управляем, которые даны нам по-разному, но мы реагируем на это как-то в этом мире. Это первое. Второе. Где там экономика? Когда вот в песне номер, по-моему, 5 я цитировал Ковоза, а он цитировал экономику, экономику в смысле, где она начинается с того, что на опушке абстрактного лица абстрактный субъект, встречаясь с другим абстрактным субъектом, и они меняют риф на яблоки. В этом мировоззрении мир начинается с человека, а он вовсе с человека не начинается. Потому что когда человек приступает к освоению природы, он начинает не со скального грунта и не с атомов, а он начинает с популяции, какой он сам является. Так же, как вот цикл, который был описан Марксом, заканчивается капиталом, но не с него начинается, точно так же цикл человека начинается не с того, что он сразу же, так сказать, приставщик дверей, не слиршись с дерева, постигает элементарные частицы, он постигает самого себя, он осваивает популяцию, экземпляром которой он не является, пытаясь эту популяцию заставить работать на себе. Он сначала осваивает самого себя, вот, учится, потом племя, стадо, окрестности. И в этом смысле проблем всегда было в том, что людей много. И когда вы пытаетесь что-то сделать, выясняется, что на вас имеет виды ваша стая. Вам надо идти на партику с актив, на работу, писать квартальные отчеты, зачем-то вообще куда-то идти на улицу, а не ездить ему, как в последнее время, вроде на вещества, штаны надевать. И это все объекты транзакционных издержек. А все транзакционные издержки связаны просто с тем простым обстоятельством, что мы, люди, являемся популяцией, но каждый из нас воображает себя центром вселенной. Вот в этом смысле экономика, это такая специальная часть этих самых геморо-транзаций, так называемых, связанных с конкретной невидимой рукой, а именно с рукой огня. А вся экономика не является всем миром человека, и вся техноэкономика не является следующим миром человека. Это кусочек. Вот в той мере, в какой люди начинают замечать, что экономика состоит не только из актов обмена, но и из невидимых рук, техноэкономика, это когда они пытаются этой невидимой руке помочь. Как они пытаются ей помочь? Не истребить ее, не отменить ее. Как это дело Тейлор? Он брал передового рабочего, наблюдал за ним, снимал его на тенокамеру, потом понимал, что его деятельность рациональна, что нерациональна, потом выделял рациональные элементы, потом эти элементы с нами сосновой чего-то типа Стахановского движения, выяснилось, что каждый рабочий может на том же ровном месте увеличить производительность во много раз, и т.д. и т.п. И вот точно так же инженер техноэкономик осматривается в определенный класс, не во все, не видимо рук, выделяет его, осматривает его, не пытаясь ни отменить, ни заменить, ни убрать, понимая, что они делают страшно важную работу, это же священная рукорейка, она же совершает чудеса, не надо торопиться, ничего бы нет, как это случается с госпланами, и он постигает, как она работает. Тогда он понимает, что она работает не лучшим образом, на это обстоятельство указал Коус в своей Нобелевской статте 37-го года, за которую через 54 года получил такие премии. Техноэкономика – это, грубо говоря, мир, в котором еще есть экономика старого смысла, то есть мы работаем, а невидимая рука нам помогает делать. И уже есть техноэкономика, в том плане, что часть деятельности невидимой руки мы с глубокой благодарностью, с реверансами, с выдачей и почетной грамотой заменили на машинку, на платформу. Но вот эти платформы, они имеют специфический характер. Это не платформа, которая заменяет бедюжника роботом, таким же железом, который бежит по железным мосткам на корабльный державный шок на ГАБУ. Они заменяют человека так, как это сделал Форд в конвейере. Потому что Форд в конвейере сначала не ставил роботов, там террорабочие крутили те же гайки. Но вот на том месте, где невидимая рука проявляла себя в виде воплей граждан руководящей сборки, куда запропастился ключ 9х12, уберите этого идиота, скажите ему, что его привлечит радиатор еще рано. Появляется просто логика, которую он усмотрел в этом процессе, которую он развернул поначалу линейную, и где последовательность операции управляет на это расстановление. Но это не техноэкономика. Для этого нет названия, это скорее техностратегия. Соответственно, техноэкономика это часть мира, за которой мне уже звонили по телефону, догадавшиеся люди давно, которые сказали, потом будет технополитика, наверное, там и так далее. Но технополитика это не политика. Техноэкономика это не экономика. Это новый инженерный мир, где человек со своей инженерной деятельностью впервые влез в сферу управления отношениями, которая целиком и полностью была самоорганизующей себя. Там действовали невидимые люди. Кроме рынка и искусственников. Вот все. Значит, соответственно, что такое транзакция и что такое снять транзакцию? У нас принято слово транзакция в зависимости от гордости. Вот как ребенок говорит, мама, я покакал. Человек говорит, я совершил транзакцию и думал, что это очень круто. Это очень здорово. На самом деле он отвлекся от непосредственной деятельности, которая производительна, и совершил ряд ритуальных действий, без которых ему запрещено действовать. То есть мне, я произвожу шило, мне нужно мыло. Ну, естественно, надо быстро найти человека и за этим шило взять у него мыло. Но, значит, жизнь устроена так, что для этого вы должны встать, одеться обязательно специфически, не только, соответственно, сезону, но, соответственно, приличными. Там, штаны надести непременно, хотя зачем. Сесть на транспорт, куда-то ехать, прийти туда, значит, иметь карту или наличные деньги, пройти через кассу, сдать там портфель, куда-то тащиться, сходить, тележку сдавать, класть там, и после этого получать чеки. Масса разных вещей. А если вы покупаете дорогую машину, вам надо еще и снимать с регистрации, надевать на регистрацию. В общем, огромные точки. Все это раз акция. Никакого прямого отношения к производительности не имеет. Производитель только акция, состоящая в том, что в узкоспециализированном обществе, а, кстати, почему он специализирован, вопрос другой руки, я умею производить только двухходовые цилиндрические гайки-барабушки. Я хотел бы за это дело ходить в филармонию, не знаю, носить приличную одежду. И это обзор, услуг же помогает им все получить. Но она помогает, обременив все это несметным количеством транзакций. Поэтому жизнь современного человека из них состоит, ну, если не на 100%, то там вот эта вот компонента производительная, она исчезающая мала, она теряется, и люди ее не видят. Техноэкономика – это экономика, где люди впервые посмотрели на себя новым главным и сделали то, о чем просил их холд. Именно на любой ситуации, пожалуйста, поймите, какие у вас есть транзакции. Ну, не сильно, хотя бы некоторые. Поймите, какие из них вы можете снять, то есть, тем или иным образом заменить тем или иными машинками. И если изготовление и эксплуатация этой машинки дешевле, чем, так сказать, то, что вы платили невидимой руке, то делайте машинку. Если дороже, продолжайте жить и говорите, ну, ничего не могу, пойдет. Эта транзакция несумаема. Как сидел старый батюшник, так и будет сидеть в воздревом будущем. На роботу его звонить, к сожалению, пока не удается. И даже не надо пытаться. Вот это все кратко содержится в первом сенте. На одной странице. Понять там ничего нельзя, потому что, чтобы вот это все понять, надо примерно вот эту штуку окунуться. Самые крутые и важные содержательные письма начинаются с номеров 6, 7 и 8. Восьмое я закончил на днях, когда я его повесил. Я кратко скажу про второе. Про второе, во втором письме просто нормальным человеком, человеческим языком на уме здравого смысла говорится, что наше общество пережило некоторую бурную трансформацию на рубеже 90-х. О ценах никаких я не пытаюсь давать, я вообще не политик в этом ничего не понимаю, не имею в смысле привычек. Мы пережили бурную трансформацию. В ходе трансформации такого типа любое общество, к сожалению, перетерпевает сильную примитивизацию. У него вываливаются целые институты, классы, оно проходит резкое упрощение, но не впервые. Вспомните, там после 17-го появились всякие рамфаковки и так далее. Ну вот у нас тоже появились всякие персонажи, новые русские, малинные пиджаки и прочее-прочее. Это неизбежно. Всегда было, есть и будет. Сейчас мы потихонечку нарабатываем, у нас нарастает жирок, у нас вырастает культурная жизнь, социальная, люди во мне и прочее. Жизнь становится постепенно получше и повеселее, со всеми вытекающими процессами и ожиданиями. В этой ситуации, в этой песне говорится, что у нас в обществе выпало целый ряд институтов, прежде всего связанных с проектной деятельностью, с обновлениями, со стратегией. Ничего не поделаешь, поэтому говорится, что нам необходимо делать все от нас зависящее, чтобы как можно быстрее восполнить некоторый баланс и те места, которые выпустили, заполнить какими-нибудь институтами, которые как-то могут этому помочь. Там приводится пример ряда проектов. Мы делали такую попытку в ранние 90-е годы. Был сделан целый ряд шагов и до скорого, но в частности были проекты, в которых участвовали Майкай и я. Это русский проект, как называют его Павловский русский институт, а в самом некоммерческой организации никак не связанная с этнической проблематикой, которая существует в будущем. Был проект иное, был проект фонда эффективной политики и прочее, можно долго перечитать. Все они так или иначе провалились или исчезли и потерпели в отражении, но, как я там пришел, каждый из них оставил небольшую за руку на пустоте, и мы оконтулили места, которые нуждаются в восполнении. В этом случае техноэкономика это попытка хорошо вооруженная, подготовленная в восполнении одного из таких пустых мест, без которого общество жить не может. Но оно не единственное пустое место. Но, тем не менее, пока техноэкономики не будет, никакого роста у нас в стране в принципе не может быть, потому что в экономике то, что росло, уже вымерло. И поэтому бесполезно пытаться этим иным образом будировать, можно только создать не то, что может расти. то, собственно, очень грубо, кратко, но, соответственно, не мы, а конфуцией сказали, что в такой ситуации приходится, хотим мы этого или нет, обновлять имена, исправлять имена. Давайте, в этом месте. Письмо номер 3 ситуативно было связано с Максом, когда мы с ним связаны, хотя неисплетренно. Было 200 лет. Здесь приводится набор цитат, которые мы в свое время принесли западел ЧК КПСС Владимир Ильич Медведева, который позже стал членом политбюро, он тогда был западелом науке учебных заведений, и мы пытались объяснить ему, что не надо освобождать труд, что надо труд уничтожить, и это говорил Макс. Что не надо развивать разделение труда, надо уничтожить разделение труда, это говорил Макс, но только он говорил уничтожить вам хэпп. Это совсем не уничтожить, это означает овладеть, положить в основании, снять, преодолеть, и так далее. Вот, все это письмо посвящено анализу того, что в 44-м году писал молодой Макс для себя в черновиках, частично изгрызенных мышами, частично пропавших и опубликованных позже в 32-м году на немецком языке одновременно в России и в Европе. Там впервые собственно техноэкономика как концепт появилась, но такого термина конечно не было. Там говорится грубо говоря, совсем в двух словах, а потом об этом говорили и другие люди, что человек социальный, пока он человек социальный, сталкивается с трима типами сущностей. Он видит вещи, его вещи, машины, автомобили, значит, ваучеры, стулья, акции, он видит отношения по поводу этих вещей и он видит тем или иным образом смыслы. Силы, связи, смыслы. Силы природы, которую мы превращаем в свое, например, моя рабочая сила, лошадь, на которой я скачу, или там в автомобиле действует целый ряд сил, разнообразных. Это связи, например, по поводу автомобиля у меня связи с сервисом центром, с гаишниками, с дилерами, с семьей, с гаражом, с соседями, которые там поцарапливы гвозьем, со многими другими, с другими участниками движения на дороге, с автостроителями, все это отношение, связи. Ну и, наконец, смысл, куда я еду и зачем. По этому поводу так была организована хрестоматия и иное, том, первый, Россия как предмет, том, второй, Россия как субъект, том, третья, Россия как идея. То есть нечто как набор вещей, нечто как набор отношений по поводу вещей, нечто как набор идеи. Дальше начинаются уже как бы иные слои человеческие, экзистенциальные, антогенетические, я на них не претендую, но в социальном чем-то умеет делать зря вещами. И по Максу есть три больших эпохи. На капитализме заканчивается первая. Это эпоха, когда люди учились работать с вещами и, наконец, они сделали такую чудесную вещь, как капитал, которая может иметь разные оболочки, просто она чудесным образом позволяет делать любые другие вещи и при этом сама еще растет, они тратятся. После этого должна наступить эпоха номер два, от которой мы подаем уже 200 лет работы с отношениями, где нужно разбираться с теми отношениями, которые существовали всегда, куда же без них. Мы им управляли невидимые руки. Добрый Всевышний нам, покуда мы безмозглые, познал невидимые руки на предмет того, чтобы они заботливы в рулеве отношениями, покуда нам не досут. Или пока мы воображаем, что мы одни на свете такие вот. Вот теперь наступает огромная эпоха, Макс называл ее, прошу прощения за это слово, коммунизм, но он писал неоднократно и говорил, что это длинная, скучная эпоха, не имеющая сама психопозитивного снижения, а состоящая вот в преодолении слоев собственности, и только по истечении которой, как писал Макс, наступит третья эпоха, подлинный, начинающий с самого себя положительный бумаги. То есть, когда мы доберемся до смысла, мы не доживем, нам даже близко это не светит, поэтому наша судьба это продираться из эпохи хомо-файбера, человека засыпленного на вещах, который умеет в виду это рубило, там, не знаю, инвестители, к человеку, который начинает работать с отношениями, и, ну, мне кажется, логичнее всего называть его в том же кругу хомо-хомо-лютенс, человек, играющий только не в карты и не в кости, а с другими людьми в отношениях. А потом вот когда-нибудь придет наконец хомо-сапиенс, никто из нас этого не увидит, но все же существует одновременно, поэтому некоторое количество сапиенсов недовитых время от времени возникает, и с ними тут же разбираются. Вот Маркс все это объяснил. В этом смысле техноэкономика это первый из трех крупных шагов в пространстве работы с отношениями во вторую эпоху. В тот самый, ну, Маркс называл его социализм и коммунизм, но социализм не в том смысле, что где-то хорошо живут рабочие, а в том смысле, что в социализме социальное становится предметом. Моя социальность связана с тем, что я в социале, у меня куча отношений, привлекает его внимание, думает, блин, эти отношения применены всяким гемором, нельзя ли они каким-то образом его слегка, как бы вот, это и есть и же явный подход, начинается техноэкономика. Вот в этом письме ничего кроме этого, но материале классика. Поскольку это было сказано впервые, наиболее целостным, не самым понятным образом, потому что человек писал для себя, он был философ, он же юрист. Вот, это черновики, там нет начала, концов, тем не менее, тот, кто считает это, увидит открытых текстов, ключевые мысли, повторенные множество раз. Поэтому все последующее в изобретении, в частности, оно восходит и туда. Только он был не один, там изначально, там присутствовал Мозис Герс, Шковский, для этой истории. Вот поэтому не надо видеть в эпилабе накопавшихся, недобитых сторонников марксиста и ленизма, тем более, Маркс, сам, ознакомившись с трудами французских марксистов, еще при жизни в 70-е годы, сказал, ну я знаю только одно, что я не марксист. Так оно сохраняется, стихо. Следующий, Фит Хайтин, передо мной был толстый фолиант, зелено-рыжий от старости, но не самый старый. Эта книга «Теория колебаний», и в ней ничего в смысле жизни вроде не должно быть. И к ней, когда я открыл, было предисловие, она еще была Андронов-Хайтин, вид исчез, по-моему, тогда, а потом в 37-м году он вообще исчез. И на обложке книги, вышедшей в 39-м году, она в письме воспроизведена, там на сайте у нас, видно, что просто там не заморачивались, а обложку выскребили, и там есть пустое место, запятая, пусть первого, второго, и сразу третья идет. Он так и исчез. И предисловие было написано за два года до выхода книги академикам Андрештаму Никутовск поэту. И в этой книге я прочел потрясшие меня навсегда слова. Вот Асен Степанович академик не даст соврать, для стихии это была тогда вот такая вещь, которую все крупночены понимали, а мы не понимали. Я жил в святом мире, которым думал, что на свете есть линейные системы, не линейные системы. Они бегают и прыгают, их изучают. И вот Андронов и Андрештам открытым текстом сурово сказали, что никаких линейных систем на свете нет. Не было и не будет. Это некоторая абстрактная модель, которая вообще говорит на небеса. Но для красной класса инженерных задач, которые решались до сих пор, эти вот линейные динамические системы вполне катились, тоже институт точность, они позволяли нам стрелять куда нужно, станки строить. А потом наступило несчастье, связанное главным образом с появлением лампов приемников, схем и так далее. И вот там процессы, которые надо было описывать, они были существенно нелинейные и выяснилось, что это нелинейные системы. Что такое нелинейные системы? Непонятно. И они исчезли, он же сам справедлив этому пальцу, он сказал, что в работах ряда математиков, Липунова и так далее, давно разработаны соответствующие математические модели, которые валялись как нечто ненужное, абстрактные идеи, ничему в мире не соответствующие. А тут подбежали со стороны землячьих экспертов и сказали, слушайте, вот у нас тут ламповый прием, не может понять, что на всем происходит. Инженер почесал рембул, сбегал к математикам, математикам постучали в полку и сказали, да вот, готовы, жизнь, там вещь в себе, в которой надо решать задачи. Я не философ, нету данных временей, потому что человек стреляет в недолитание. Есть отдельная теория, которая тоже там где-то там, в михматии группу, и там есть математика, и есть я, и между этими мирами нет вообще граничей общего. Идея, что природа подчиняется каким-то там законам, она совершенно нелепа, природа в гробу видала нас нашими законами, она ей не подчиняется. Или, если вам удобно, она подчиняется всем сразу. К сожалению, из всех законов, которые она подчиняется, я знаю один, два или три, и я почему-то вижу, что она откашивает, а она у невежливо говорит, когда я разбираюсь, инженер, да извини, старик, у меня еще вот эти законы есть, как законодательство. Оно огромное, необозримое, и, значит, хозяйственный субъект, который действует, я думаю, что он плохой, а он на самом деле использует законы или обходит законы или учитывает, которых я не знал. Мне не любят себя сказать. Вот потрясающие книги устами этих людей еще в 30-е годы в нашей стране были сказаны слова, которые для меня были сгнением концептуального мышления. Это является таким вот рубежом, который отделяет хомофагера от последующих хомо. Если человек не преодолел вот этого рубежа, если он не разделяет миры, откуда идут идеи, миры, откуда идут вещи и процессы и свой собственный мир, ни тот, ни другой, в котором он вынужден бегать туда сюда, он ничего практически в этой жизни сделать никогда не сможет, он будет все время обижаться. Либо на науку, которая не то ему говорит, либо на природу, которая не так себя ведет, либо на окружающую, которую он не понял. Искренне советую вам почитать цитаты, письмо состоит наполовину. Так, и, наконец, последнее письмо в введении. Переисните, пожалуйста. Перед тем, как перед тех дел, я был поныжен отбрыкнуться ногой от блокчейна. Блокчейн в нашей стране проходит тот же классический путь, который проходят все понятия до него и после него до сих пор. Сначала появляется нечто, это фишка запада, естественно, она ужасно модная, все кидаются, обурелы с вытрачными глазами, куча денег, хайп, мероприятия, выступления, презентации, значит, все кипит, бурлит, и здесь все кипело, бурлело. Потом проходит год, другой, третий, что-то, деньги никак не заработаются. Потом все говорят одно и то же, про некоторых уже стало понятно, что с ними что-то не то. И эта идея, так и не будущее, не понят, не осмыслен, ничему не приделана, она тихонечко, как мода, там, на длинная коробка, красная, белая, тихонечко, ходит на нет. И вот уже мы движемся к обществу, где слово неприлично будет произносить. Вот, и как только ты скажешь, все говорят, да, жулик там, или там, как, ты все про облачение, да, это вообще не модно. В одном смысле я просто показал несколько типовых мифов, конкретно три из них я назову, пункт номер один, что это технология. Блокчейн у Сатоши и до сих пор является некоторой идеальной машиной, типа цикл Харно. Она как идеальная машина написана, но в жизни, чтобы реализовать, надо преодолеть всякие непонятные препятствия, и они никак не преодолеваются. В связи с этим возникают разные под другими именами, попытки ту самую идею реализованию, третий и четвертый. Ну, это вот типа Токамака, о котором мы говорим. Вот. Или, если хотите, если угодно, вещи двигательные. Отчасти он относится к тому же классу. Это очень полезная абстракция, на пути реализации которой будет сделано много открытий. Блокчейн такой. Это не технология. Не надо ругать его за то, что с ним что-то не работает. Машина теоретная. До сих пор она не реализована, но многие люди стирают. Пункт номер два. Блокчейн ужасно новая вещь, фишка только что пришел. Но есть глубоко уважаемый всеми нами мной, Левинчук, коллега, который бубнил еще первые годы или два. Чего? Какое новое? Это распыленные реестры. Это IT-технологии, распыленные реестры под другими названиями. Существует там, ну, как минимум 70-х годов. И я даже знал про то, что, вот я вам говорю, первый тип это системы с антарсичейс, известный мне, второй это концептуальный база данных. Ничего нового у меня нет как такового. Проблема не в этом, а в том, что в какой-то момент наступает надобность по определенному типу распыленных реестров. И тут они выходят на сцену. Я объяснял в единственной своей популярной лекции, которая набила там не почитающиеся мне там 5-7 тысяч просмотров, а там уже 170. Я объяснял, что блокчейн была такая фишка. Вот третий тип инженеров появляется. Первый тип это энергетики, которые думают, что есть такая энергия на свете, как и все мы думаем, она куда-то течет, и они вот умеют ее извлекать, накапливать, хранить, перезавать. И это типичный мир инженерии. Я у нее тоже живу, прихожу домой, она где-то там у меня накоплена или там в проводах сидит, нажал на кнопочку, кофейник заработает. Потом наступил второй мир инженеров. Он наступал со страшными боями. У нас его запретили. Это появились такие странные люди, которые сказали, что есть второй тип машин, назвали их выщитными, информационными. Это были всякие Виннеры, Шэмманы, значит, там, и прочие фон Нейманы, которые представляли буржуазную уже науку кибернетику. И потом все согласились и привыкли, что есть другие технологии, они информационные. Там тоже течет какая-то хрень, губкает, назовем ее информацией. И инженеры-информационщики умеют ее, значит, также извлекать, накапливать, значит, хранить, передавать. Вот и все. Все живем, все привыкли, вопросов нет, и я могу там скачать там какой-нибудь подкаст, что-нибудь на флешку, записать, и их возьмем. Вот сейчас появляется такой же точно третий мир, там есть третья сущность, она течет, булькает, ее надо извлекать, накапливать, хранить, передавать, и у нее свои технологии. Это, точного названия нет, но гейстерой информатикой пока предлагают слово временная стерематика, потому что это третья сущность, которая течет по проводам, куда-то где-то хранить, все это стойкость. Соответственно, второе стоит на первом. Никто не видел машины, значит, информативные, и вещлитных, и материалов. Они точно так же имеют какую-то материальную машинку, которая энергетическая, и она в сеть, и кайти, и прочее. Точно так же машина третий типа должна стоять на второй, а не трехслойные. Поэтому, покуда вы не возьмете эти технологии, вам не на что надеть стейматика. В этом смысле стейматика такова, что какие бы вы ни придумали технологии работы со стоимостью, вам понадобится тот или иной вид распределенных реестов. Это просто потому, что стоимость отношения между кучей народа, которые должны договариваться по поводу того, сколько что стоит то, что попало к ним в совместную ману. В этом смысле эпоха блокчейна пробила, так же, как пробила эпоху лампов радиосхем, когда появились компьютеры. Они сначала были ламповые, потом они стали транзисторные, и каждый раз лампы появлялись лет на 20-30 раньше, чем ламповые компьютеры, транзисторы тоже лет на 20 раньше. В этом смысле блокчейн, к несчастью, появился на них время раньше, чем реальные финансовые технологии. В отсутствии финансовых технологий есть куча иллюзий, людей, которые думают, что вот они сейчас за три ерса приспособлены, денег заработают. Сейчас эти идеи не измены те, кто от нас в другой кран, потому что там нет содержания экономического, а там, где она есть, то ее не видят. Но я предполагаю, я надеюсь, или я боюсь, что аналитики с GlobalSax уже разработали финансовые технологии, вот, и они надеялись на распределенные реестры. Вот в этом письме говорится об этом. Пожалуйста, проблематика техноэкономики начинается с этих трех письм. Открою следующий, пожалуйста, шестое письме. Здесь совершенно очевидно, в открытом виде, что у нас нет никаких своих идей, мы берем чужие. В центре этого письма вот этот молодой человек, который вы видите на фото, он был еще моложе, это Родунт Кофф. Он, поучивший в Лондонской школе экономики, приходил в Штаты, потому что понимал, что там каша валится с кучей идей в голове разных, и он, вот, собственно, в 1932 году, когда ему было 20, по-моему, лет, он написал письме другу, что, собственно, у НКС издержки и предприниматель, который строит фирму, он, видимо, внутри фирмы эти издержки как-то частично снимает, иначе нельзя объяснить, зачем фирма нужна. Она вообще опасно бессмысленная, и если мы видим урока рынка абсолютно без издержек, или совершенная в мире, тогда наймите секретаршу утром, а в обед наймите другую, и вам не нужен департамент кадров. Вот с этой гениальной идеей он снащил, но я начинаю с цитаты, где он говорит, что современный ему и нам на институте экономики нет места для рынка как предмета, который изучается. нет места для фирмы, который изучается. Вместо этого имеется отношение обмена и базовую парадигму, спрос-предложение, базовую парадигму, что у некоторого субъекта есть некоторая цель, и некоторый набор ресурсов, нужно оптимальным путем их потратить для того, чтобы это среди достигнуть. В другом месте полос говорит, что это замечательная идея, это практически абстрактная теория решений, которая применима ко всему наследию, но никакого специфического примета в этой теории нет. потому что рынок это и есть совокупность некоторого класса невидимых, которые Господь, покуда мы глупый, создал и послал нам, чтобы мы хоть как-то могли более-менее меняться. Так что есть другие руки, это невидимые руки на политике, которые послал нам Господь, чтобы мы не непрерывно воевали. Великий Хамурак в свое время поставил столбой, на который написал, что окончается грабеж по люди и граждане я не буду объезжать на предмет взятия налогов только в каждом году, вот даты, вот размеры, а если кто-то к вам приехал и просит у вас счет сверх этого, то вы унесли скидки и позвоните в мобильный телефон и мой гвардейец тоже к вам приедет. И не имея в сторону Хамурак перееду из огромной толпы людей и от него возник на большое общество просто в силу того, что внутри этого действовало невидимым раком закона, власти и так далее. Это тоже был колоссальный прогресс. Вот Коус пишет, что предметом публики экономики по идее должно было бы быть изучение вот этих невидимых рук, как они устроены. И не просто социологически, хотя это тоже очень важно, потому что мир невидимых рук чудесен, волшебен. И первым человеком, который указал пальцем на этот мир, по большому счету, был Адам СМИ, который сделал не то, что ему приписывают, а он просто, я там в восьмом письме про это написал, он высказал гениальную интуицию, которая потом стала теоремой существования, что существуют такие математические идеальные объекты, которые децентрализованы, тем не менее, они самоорганизуются. В дальнейшем наука полностью подтвердила эту гениальную интуицию. Этот класс математических моделей был разработан, продолжает разрабатываться, там возникла нехилая тематика, и это некое чувство. Но надо было двигаться дальше с этого момента, надо было понять, сколько таких рук, как они устроены, как взаимодействовать на предмет того, что наступит момент, когда вы хотите что-то предпринять. И если вы хотите сдвинуться хотя бы на миллиметр от одиночки, которые находятся на рынке, со всеми его привычными и неосадками, создать предъявление, проект, вам придется какую-то из этих рук, как оказывающего платный услуг рассмотреть и понять, нельзя ли сэкономить на этих платных услугах. Вот экономить на платных услугах это и есть снятие издержек, и это и есть разработка платформы. Постановка этой задачи принадлежит Коузу, и в этом песне я стараюсь детально разобрать ее. В этом песне введен такое не понятие, а образ, лес невидимых рук. Коуз объясняет, вот в существующем парадигме абстратный лес, который нужен как метафора, абстрактная чушка и двое меняются орехами на яблоки. В реальности это не так. У вас есть орехи, хорошо, но где тот человек, которому не нужны? Вот человек, у которого есть яблоки, но ему не нужны орехи. И вообще, если так меняться, можно до облысения, вам надо в универсал. Это означает, я предлагаю другую метафору, если есть невидимых рук, а на опушке поле чудес, и Буратино. Буратино подбегает к этому лесу, невидимых рук, на опушке чудаков, закапывает свои яблоки и говорит крекс-пекс-пекс. Невидимый лес отхидывает обзором, а быстренько понимаешь, что надо сделать. Буратино прибегает, из ямы находят там одежду, обувь, билеты филармонии, ночевники, жилье, импотечные кредиты и прочее, прочее, причем точно посчитано все, а исходя из того, сколько там, какую стоимость имеют закопанные Буратино эти самые яблоки. Вот чудо, невероятное чудо, на кушке, в которой он уживел. Но вместо того, чтобы разговориться по поводу, так сказать, соотношений, в которых абстрактные субъекты меняются, на кушке, надо понять, как работает это чудо-машина. Коус обратил внимание именно на это чудо-машину. Он в этом смысле не тот, который может взять на вооружение людьми большие сестры, а наоборот, тот, который всерьез сказал, слушайте, почему так? Давайте мы его будем изучать с инженерной точки зрения на предмет того, не обязательно подведаться дальше. Вот реальный вклад этого человека, которому еще будут ставить золотые партики. Но я пишу там, честно, что он не был неудачником. Он прожил 102 года и на 102-м году жизни он презентовал гениальную книжку «Почему Китай стал каталистичным?» «Слава Александрова». Ему было трудно, но он говорил. Есть видео, можете найти его в сети. Дай Бог покажет. Следующее письмо еще более сложное. Вот этот человек, это Комас. Комас прожил правильно. Вшись в отличие от Коуза, он не совался в скользкую материю техноэкономики. Покуда не стал заслуженным профессором. Он профессорствовал, по-моему, из Констрии 30 лет подряд. Он взял конъюнктурную тему. Конфликтных отношений работодателей с рабочими в США. Прошел весь длинный путь вместе с другими людьми, который частично отражен в фильме «Однажды в Америке», где правительство натравливало мафию на профсоюзы, умерило этих и других, взяло их там под ног. Короче, на пике своей успешной карьеры, когда всякий дух коммунизма выветрался из отношений между рабочими и работодателями США возникли системы профсоюза. Все было хорошо. Коммунс был членом правительственной комиссии по трудовым отношениям. Он пустился во все тяжкие и вышел на пенсию и через два года издал первую гениальную статью «Против экономик». Где он, собственно, ввел понятие «транзакции». Именно там, в 1931 году он ввел понятие «Инстациональная экономика» и «Транзакции». А потом через два года издал книжку «Противациональную экономику». Потом он объясняет, что «транзакция» это, грубо говоря, не мое отношение, это, грубо говоря, не мой производственный акт. Производительным может быть собственное производство, распределение или обмен. А это некоторые действия, которые я должен совершить либо до того приступить к производству, либо после этого зарегистрировали сделку, либо во время. Например, петь партийное гимн, отдавать честь или быть там в шляхе. А иначе не упускать. Он обратил внимание на трансакции, дал классификацию трансакции. Эта книга надана. В статье 31 года она уже есть. С тех пор, поскольку коммонцы все уважают, эта классификация приводится везде, в Википедии тоже, и все авторы, кроме одного, всегда говорят, ну понять, что он там при этом не может, поэтому на самом деле в рабочем порядке классификация вот такая. Только один человек сказал мне, что он не понимает эту классификацию, честно в этом признался, обратил мое внимание на то, что в ней что-то закрыто. Это был Ярослав Киринов, которому я по грубой разу благодарен. И он честно писал об этом в своих лекциях. Пусть с нами как-то. Вот здесь, в этом письме я стараюсь перечислить три больших класса и девять малых классов невидимых рублей. Там они как-то названы, там говорится, что классификация коммонца как раз такова. У него к рынку, собственно, относятся только транзакции первого типа, по которому называются транзакции сделки. А транзакции управления транзакцией нормирования, другого варианта рационирования, относятся к институтам распределения и к институтам производства. Я кратко, там, очень кратко бегу по Европам, про скакиваю по этому институту, потому что техноэкономика не имеет дела ни с институтами производства, ни с институтами распределения, только с институтами отмену. Но надо иметь в виду, что жизнь-то таково, что мы имеем дело. Поэтому в институтах производства имеет место там невидимая рука суверенитета. Она выражается в частности в том, что надо иметь паспорт, гражданство полезно, И быть надо резидентом страны, в которой вы хотите создать бизнес. Есть невидимая рука потребностей. Если вы производите яблоки, которые не подходят по стандарту Food and Drug Administration, то никаких надежд на то, что вы их где-то продадите, нет. И что пытаясь вас спасать трюк. Вот имеется номенклатура изделий, которые на рынке данной страны могут и должны допускаться для производства и продажи. Это одежда, обувь, еда, вода. Эти вещи вообще росточайшим образом контролируются, потому что это здоровые страны. Ну и все остальное, кстати, вооружение тоже. И, наконец, институт способностей, который предписывает, как и на каких станках надо производить что можно, что нельзя. Имеет место предписание, что производитель яблок должен использовать такой плодосъемник, знаете, у кого есть яблоки, с телескопической ручкой, который позволяет цеплять яблоко сверху, а не с правильной земли. Потому что она упала, но она не прожит хранить. К тому же она еще может быть заражена. И прочие другие вещи. Вот там есть три набора. Это невидимые руки. Второй набор невидимых рук – это институты регламентации или распределения, которые… Я понятие регламентации взял у Дургейма. У меня времени рассказывает расклад Дургейма. Вебер, поверьте мне, что он огромен. Он вел понятие регламентации. Это три вида продукции невидимых рук второго класса. Невидимые руки распоряжения. Там есть регламентация полномочий, регламентация обязанностей, регламентация ответственности. Регламентация ответственности приписывает вас, хотите вы или нет, к определенному региону или отрасли. Если вы собираете яблоки, будьте добры познакомиться с мерзинхозом и вписаться в те или иные структуры распределения, хранения, понять, если вы зерно производите, где ближайший элеватор, и какие действия вы должны совершить, и какие ведомства, тресты и гладки занимаются тем, чтобы этот элеватор был открытый раз. Второй тип регламентации – регламентация полномочий. Яблочная промышленность – она такая многоуровидажная, многоуровневая, и чаще всего продавец или покупатель на рынке, в большинстве случаев, в котором вы имеете дело, это не фермер независимый, а какой-нибудь торговый дом, над которым, помимо законов человеческих и божьих, простираются еще и регламентации данной корпорации. Он что-то может делать, человек не может, полномочий, не полномочий, ему предписываются определенные типы сделок. И, наконец, регламентация обязанности, то, что обязан делать каждый из нас, а именно, в частности, платить налоги, иметь юрлицо, регистрируясь в студенты. Нет возможности анализировать, это просто мир. Каждый из этих миров имеет свои исследования, должен иметь, чем другие исследователи. Это невидимые руки, у них есть свои транзакции, и это не техноэкономика. Техноэкономика имеет дело с тремя институтами обмена, и в этом письме они кратко упомянуты. Это институт, условно называемый, институт права, институт денег, институт капитала. Они, в определенном условном порядке, нет возможности про это рассказать здесь. Но в каждой вашей сделке вы кому-то что-то продали, у кого-то что-то купили. Содержится все три. Если вы у кого-то что-то покупаете, откуда вы взяли деньги? В чистом виде вы взяли кредит банки, в нечистом виде это ваши деньги, но все равно банки хранились, скорее всего. Если они хранились у вас под подушкой, тогда у вас были транзакционные издержки, потому что кто хранит деньги под подушкой, они у вас там таяли. И поэтому все равно транзакционные издержки банковского типа содержатся в любых деньгах. Даже есть издержки самих денег, потому что их имитировали. Вы где-то получали их в банкомате, вы заводили карту. Значит, там имеется процессинг, имеется эквариант, за все это надо платить. Там сидит куча аглоедов, там наверху сидит Центробанк, и всем вы им платите, и все это заложено в то, что вы купили яблоки у вас. Ну и вы содержите... И, наконец, имеется куча юристов, и без этого никак нельзя, потому что когда вы покупаете, ну яблоки еще куда-нибудь. Но все равно, а ну-ка никак равна. А если вы покупаете автомобиль, имеются люди, которые регистрируют сделки, выдают вам документы на то, что вот то, что вы купили, действительно ваше, как ни странно, это отдельный документ. А кто покупает продукты в магазине, получает чеки, может обратить внимание, что покупает за нал, получает один человек, если покупает за карту, получает два. Один документ удостоверяет, что это его деньги, с его картой, он их оплатил. Другой, кстати, что купил именно я. Вот вся эта структура, она гораздо более запленная, детальна. Елена Сашмирюков мастерски анализирует на проекте сессии. И если вы инженер-техноэкономист, вы должны увидеть вот эту самую атомарную сделку, я пошел, я купил, в виде набора сложно структуризованных, упорядоченных, взаимосвязанных транзакций, которые, как попало, снимать нельзя. И у вас, значит, выбрать ту, которая наиболее близкая к поверхности, и которую дешевле всего быстренько снять. Вот, собственно, вся проблематика. И это все виблия. И все, что я вам рассказываю, прошу прощения, это все комбинации. То, что мы внесли, мы чуть-чуть причесали, с надеем примерами, это такой, эти стратические проекты, это не более того. И, наконец, последнее письмо, самое тяжелое, которое тут висит в книге «Трифня». Здесь 3-й классик, очень красивый, интересный, колоритный мужчина, это Виллен, которого все знают у нас, как автор книги про «Закласс». Точно так же, как несчастного протора, знают все как автора теории международной конкурентоспособности, хотя он уже лет 10 как раз дал обущество и проповедует по городам и весят шри от Гэль. Но до нашего отечества это весят никак не дойдет. Вот точно так же самая гениальной книгой с моей точки зрения Виллена является теория фриканских фирм, которая изна 115 лет назад, в которой базовым понятием является капитализация, там встречается раз, наверное, сто, и там даже губливы есть. Это письмо начинается с понятия классовая борьба, потому что хотел отдать последнюю дань Марксу, чтобы окончательно отмазаться от той нелепой репутации, которую ему приписывают. Как только ты начинаешь с человеком говорить про транзакции и доходишь на Маркса, у него обычно загораются потухшие много лет назад глаза, и говорят, «Да, это диктатура пролетариата, но ведь пролетариат бедилился, но велика даже не вышел, поэтому все это устарело, и поэтому разбираться во всем остальном не нужно». Ну, с таким же успехом можно и утопить библиот. Это письмо целиком посвящено тому, что конкретно имеется в виду подклассами, под борьбой классов, объясняет, что понятие класса пролетариат было уже в древнее время, оно имело определенное значение. Про борьбу сам Маркс писал, что он не фанат борьбы и никогда ее не изучал, а единственное его открытие состоит в том, что так называемые классы, они являются продуктом определенного типа транзакций или невидимой руки или формации, как он писал в этой синонике. И что после капитализма наступает момент, когда эта классовая борьба исчезает, она снимается. Вот весь предыдущий тип развития можно описывать в принципе в стерегных классовую борьбу, тут не надо путать ее с борьбой когнитерных против когнитателей. Эти тоже имеют место, но это самое главное. Это, грубо говоря, борьба людей, которые олицетворяют собой производительные силы и с людьми, которые не в хорошей жизни олицетворяют собой производственные отношения. Вот когда капиталист вас нанимает и платит вам маленькую зарплату, то наивное представление в том, что он вошел в свою рамку и его надо свергнуть. А на самом деле, если вам заплатит меньше, чем проект, вы просто перенаниметесь и получите больше. Если заплатит вам больше, он скоро разорится и вашу пену закроется. Он совершенно не власть. И вообще он ничего не может делать из того, что он придумал сам. Он делает только строго то, что ему приписывают есть невидимые. В этом смысле у вибрии содержится следующая мысль. Да, конечно, частью транзакционных издержек является то, что вот эти самые капиталисты, рабовладельцы и прочие буржуины сверхупотребляют. Едят слишком много, пьют слишком много, живут в многокомнатных квартирах, катаются на яхтах, в это время трудящиеся под заборами. И это демонстративное употребление, и феномен его изучал за счет библины, показав, что часть своих употреблений необходимы. Если вы этого не делаете, то вам надо быть супермиллиардером, чтобы как Баффет ездить на раздолбанной тачке и носить костюмы чудо-либо с оконцентами. Остальные обязаны ездить в Мерседесе или там, чем там, кому? Чего-то лучше. Но это даже не полбеды. Проблема леса невидимых рук не в том, а не только в том, что он, грубо говоря, угнетает самих капиталистов. Он угнетает и не дает им жизни. И Макс об этом писал, об этом тексте написал, что капиталист, как и рабочий, точно так же находятся в рабстве у обчужденных отношений.